В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Коммунальное хозяйство, уборка городских улиц от снега, благоустройство Нарьенмара, о насущных проблемах и перспективах развития поговорим с главой города Олегом Белаком. Здравствуйте, Олег Ануфриевич! Добрый день! Олег Ануфриевич, первый вопрос такой, за последнее время в городе очень много, отмечают это горожане, и мы очень много снимаем сюжетов, очень много коммунальной различной техники на городских улицах. Расскажите, пожалуйста, какое обновление в муниципальном парке, какая техника, куда она приходит и что эта техника может делать? Ну, вы правильно отметили, на самом деле это было одним из, скажем так, наших приоритетов, когда пять лет назад, скажем так, досталось городское хозяйство, и нельзя требовать ни от работников наших коммунальных служб, и должным образом отвечать на те требования, которые нам предъявляют и требования безопасности, и наши жители, нельзя выполнять нормальную уборку, не имея хорошей современной техники. И содержать дороги, и содержать теплосети, и автобусы, и так далее, и так далее. За последние годы, если посмотреть, допустим, тот же чистый город, мы на 30% обновили парк техники, то есть 14 из 42. Что это на самом деле означает, да, ну, скажем так, полностью обновили парк фронтальных погрузчиков, сейчас у нас поступает, идет где-то должен до весны прийти грейдер, то есть мы тоже там обновим их на 50%. И все это как раз ведет к интенсивности, допустим, содержания тех же самых улиц, дворовых территорий. Ну и, соответственно, вырастают объемы вывоза того же снега вот сейчас, а это требует уже увеличения емкости большегрузных самосвалов, да, то есть одно идет за другим. Поэтому техническое обновление – это неотъемлемая часть, это, знаете, вот я говорил как-то, мы об этом писали на своей странице, «Наш чистый город» во многом является коммунальным спецназом, это нисколько не преувеличение, да, так же, как силы специальных операций, они работают в широком спектре военного искусства, да, то есть та же самая коммунальная инфраструктура – это такой же очень широкий спектр, потому что я думаю, что вы, наверное, не найдете ни одного такого универсального предприятия, который может и горку построить снежную, да, со всеми разными элементами, причем, я так понимаю, она у нас рукотворная, горка, наверное, одна из самых больших в стране. Одновременно она может устанавливать, это же предприятие, крещенский купель, а это тоже целый мобилизационный комплекс, когда нужно привести балок, подключить освещение, обеспечить безопасность и прочее, прочее. И одновременно это содержание тех же самых улиц, озеленение, и это все делают одни и те же люди. И без технического обновления это невозможно. Что касается АТП, то за последние пять лет получается восемь единиц, обновился автопарк, в этом году еще будет два новых автобуса. И это тоже направлено на, безусловно, повышение качества, безопасности перевозок. Ну, вы знаете, я считаю, что вообще и Наринмар, и Наринмарцы заслуживают того, чтобы мы жили, ну, как бы мы так и считаем, я так в это искренне верю, мы живем в лучшем городе, точно что в арктической зоне, да, на красоты югов, наверное, мы претендовать не будем. Ну, и, соответственно, мы, я считаю, что задаем достаточно сами для себя стандарты по содержанию города и предоставлению качественных услуг городских. Ну, и тем самым мы каждый год должны стремиться все время выше и выше. Если посмотреть даже, знаете, на такую еще петильную тему, мы приобрели два года назад впервые машину, которая необходима для транспортировки умерших. Вот, как ни парадоксально, но в городе у нас не было такого транспорта, да, и как это происходило, те, кто сталкивались, я думаю, поймут, насколько это, с одной стороны, деликатная вещь, а с другой стороны, насколько это важная вещь. Ну, то же самое касается и КБЭБУ, да, то есть предприятие, которое мы, по большому счету, за 12 лет вывели из зоны, ну, даже, наверное, банкротства, а сейчас это, по большому счету, если не процветающее, то успешно работающее и развивающееся предприятие. Поэтому, вот, что касается технического обновления, это не какая-то сиюминутная или разовая акция, это то, что идет каждый год, это как некий рутинный, но обязательный процесс. Олег Анатольевич, техника, мы сколько приходили на съемки, я даже помню, мы приходили, техника действительно очень современная, там, для разметки улиц и все, а есть специалисты, хватает ли специалистов, хватает ли водителей, которые могут на этой технике работать и в достаточном количестве? Вы знаете, да, вопрос очень своевременный и хороший, то есть мы, на самом деле, делали две вещи, обновление техники, раз, во-вторых, мы приводили в соответствии штатное расписание в той части, что мы не просто повышали ставки первого разряда на всех предприятиях, а что касается чистого города, то по МКУ «Чистый город» и управлению городского хозяйства, мы принципиально именно в рамках нашего городского бюджета провели отдельную индексацию, да, потому что я считаю, что люди, которые работают в две-три смены, но они действительно заслуживают того, чтобы у них была повышенная плата труда, чтобы у них была достойность рецидуальной защиты, имеется в виду от термосов, термобелья и спецодежды. И тогда, когда вы создаете нормальные, хорошие условия, те же самые люди, которые до этого работали, они начинают уже где-то сами стремиться, получают вторую специальность, третью. То есть у нас есть такие универсальные специалисты, и мы, честно говоря, я ратуюсь за то, чтобы наши местные ребята, да, то есть с округа, с города, они самостоятельно проходили, допустим, переучились с машиниста-фронтального погрузчика на грейдериста, да, сейчас это есть такая возможность. Поэтому у нас специалисты пока что, мы обходимся именно нашими людьми, которые своевременно, понимая всю эту необходимость, да, и личную заинтересованность, повышают свою квалификацию. Вот это вот такой резерв, когда мы не стремимся там найти какие-то сторонние силы или там привлечь кого-то из-за границы региона. Мы пока что обходимся своими, пока достаточно. Вот надо отметить, в этом году очень хорошо убираются улицы, и те районы, которые испокон века не убирались на личном опыте, там вывозят снег, убирают, и тракторы работают, и самосвалы подъезжают. Ну, вы знаете, это, я так думаю, что сегодня, слушая нас, сейчас кто-то там скажет, ну, что вы, что вы, это вы там, где-то вы там живете, у нас вот там точно не чистили. Я думаю, что, безусловно, ну, имеет место быть и где-то и справедливая критика, где-то и объективные процессы, тем более вот в начале, после Нового года сразу, да, ну, действительно случился, что называется, такой массовый невыход людей на работу по причине заболеваемости, да, то есть вот люди же у нас, получается, работают и абсолютно в любых условиях, да, погодных, и это очень сильно влияет. Но я, честно говорю, я вот, что называется, искренне благодарен работникам чистого города, раз, а во-вторых, знаете еще кому, это членам их семей, в первую очередь тем женам, которые это все как бы терпят, длительное отсутствие и понимание. А еще очень важно, вот хотелось бы, знаете, такого понимания и попросить горожан так же, чтобы они были, ну, относились с пониманием к работе, когда работает техника чистого города, потому что были прецеденты, когда вот строили вот большую нашу горку, да, и это действительно, поймите, это никакое там не муниципальное задание, да, это то, что люди делают сами. И когда они это выполняют, эти работы, а какой-то там нерадивый родитель с ребенком пытается там попасть, там залезает под ковши эскаватора, еще потом начинает бранные слова в адрес водителя, погрузчика, да, ну, не возникает ситуация, когда водитель отвечает агрессией, возникает другая ситуация, когда люди говорят, а зачем мы это делаем, да, то есть хотим вроде сделать добро, а в ответ летят какие-то, ну, непонятные упреки и оскорбления. Поэтому здесь вот хотелось бы, чтобы мы находили, ну, наверное, быть добрее, надо понимать, что вот все, что сейчас происходит, да, это люди делают сами. И мне вот это очень важно, чтобы люди понимали, что как здорово что-то заниматься созидателем и творческим трудом. Я уже там приводил примеры, да, вот, допустим, те же самые, или вот работники, которые на лопате, вот уж так можно сказать, да, вот перед Новым годом, они ходили в новогодних колпаках. Это ведь никто же никого не принуждает, этого нельзя заставить, да, сказать, что иди один колпак, то есть другой скажет, я что, он посмешище. Люди несут хорошее настроение, потому что оно есть у них, они им делятся. Вот это вот, мне кажется, очень важно, когда люди, есть некая командная работа, поэтому вот, а состав команды не ограничен, это по большому счету все горожане. Олег Ануфрич, еще одна тема такая очень актуальна, это тема по КТС, и постоянно в соцсетях есть жалобы горожан на качество воды. Что происходит там? Ну, вы знаете, эти жалобы, я такой же горожанин, и тоже иногда, скажем так, наблюдаю, и то, что вода бывает ржавая, здесь, наверное, и скрывать, и оправдываться не стоит, потому что те сети, которые у нас в городе сейчас есть, допустим, магистральные, они предельно уже изношены, это что касается именно водоснабжения. Просто есть еще одна история, внутридомовые сети и те магистральные, за которые конкретно отличают по КТС. Так устроен у нас водовод, что он у нас был спроектирован в 70-80-х годах, и его исполнение, конечно, уже требует замены. И мы местами меняли участки, да, а на крупные, скажем так, работы не выходили. Плюс еще одна проблема – это естественное содержание железа в той воде, которая у нас. У нас она идет из скважин, да, мы не берем с поверхностных источников, так у нас сложилось уже исторически, и есть повышенное содержание железа в самой воде. Поэтому есть методы механической очистки, которые позволяют все перевести в норматив, но это очень большие затраты, да, ну, это примерно где-то будет стоить станция без железа вне, ну, я думаю, что больше, чем 200 миллионов рублей. Для примера, ну, наш бюджет, он всего-то там где-то порядка 800, да, это и с банями, и с автобусами, и с чистым городом, кобыло, свалки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь нам ни в коем разе не обойтись без региональной поддержки и привлечения средств федерального центра. Вот, в этом году мы приступим, у нас уже выделены средства порядка 70 миллионов рублей, это ремонт двух веток водовода от ВНС-1, водоводонаправная станция первая, с переходом это в районе улицы Пионерской, и дальше вот до перекрестка улицы Вуичейского и Пионерской. То есть работы в этом году мы начнем. Ну, и о чем я еще сказал, о том, что механизм, который сейчас в стране работает, то есть была, скажем так, откупорена кубышка фонда национального благосостояния, да, и порядка, если не ошибаюсь, там 150 миллиардов рублей предполагается направлять на коммунальную инфраструктуру. Мы обсуждали вместе с департаментом строительства округа перспективы нашего участия. Я думаю, что они у нас достаточно высокие с точки зрения нашей готовности. Вопрос в том, как мы это все отработаем. Но если нормальной качественно подойти, то, в принципе, при достаточном финансировании в течение, ну, на мой взгляд, где-то там трех лет, вот, плановой и планомерной работы, ситуацию с водой можно будет абсолютно исправить именно в магистралях. Что касается внутридомовых сетей, ну, здесь уже надо заниматься с управляющими компаниями. Каждый конкретный дом – это отдельная история. А что касается вот качества воды, она вообще пригодна для питья? Проводятся такие исследования? Она, безусловно, пригодна для питья. Я вам хочу сказать, что почему по КТС, ну, мы достаточно спокойно относимся к этим жалобам, не с точки зрения их равнодушия, а реакции, да. Из проведенных проб, их постоянно достаточно делает и Роспотребнадзор, и иные органы, там, по жалобам, обращениям. Мизерное количество подтверждается, не потому, что его нет, а действительно, ситуация возникает достаточно объективная. У нас еще играет уровень грунтовых вод, да, и по весне у нас просто объективно повышается содержание марганца. Это природное явление, оно характерно и для Печоры в том числе. Поэтому есть объективные факторы, но по идее, уже имеющиеся всеми техническими технологиями, да, которые есть, можно все перевести в соответствие. Просто нужно, что называется, время и средства. Компетенции у нас, у работников по КТС, я вас уверяю, они абсолютно компетентны, грамотны, мыслят современно, используют нормальные современные технологии. И подтверждением этому является еще и то, что по КТС в конце года открыл аккредитованную лабораторию по воде. По большому счету, это у нас, получается, вторая лаборатория, да, то есть одна у нас, которая имеет все необходимые документы, в том числе аккредитацию. А для чего эта лаборатория, что она делает? Она делает объективный анализ качества воды. То есть это не внутри, скажем так, корпоративные, не внутри предприятия. Эта лаборатория, ее анализы, они достоверны на уровне государственных экспертизов, назовем это так. То есть они могут быть использованы в судах или там для... Ну то есть это то, что называется, скажем так, высочайшего качества пробы. И они будут работать, и уже сейчас мы знаем, что есть заявления и от жителей, которые могут просто проверить воду на содержание тех или иных веществ или на признание ее там питьевой. Есть потребность и у компаний, насколько я понимаю, и недропользователей, и заполярного района. Потому что вода, проблемы с водой, ведь они характерны не только для города. И то, что у нас в городе периодически бывает мутная вода, это одна история. А в населенных пунктах, ну это, к сожалению, пока другая совершенно история. Но знать, что такое хорошая вода, и что мы можем сделать анализ здесь, это, ну знаете, это в том числе экономия денег большая. Поэтому здесь со всех сторон это такая кропотливая, очень кропотливая работа, которая была сделана, и вот надо отдать должное тем профессионалам, которые это выполнили. Еще одна популярная тема в соцсетях летом – это запах сочистных сооружений. И когда он прекратится, что, вообще, почему он возникает, и как с ним можно бороться, что можно сделать? Ну да, там роза ветров у нас такова, что получается, если ветер дует с северо-запада, да, и с севера, то, да, направление получается сочистных сооружений. Но это конструктив, и та технология, которая была сделана еще при их строительстве в 80-х годах, то есть там, скажем так, после того, как вода проходит очистку, образуются, скажем так, на чеках вот эти отложения, которые находятся на открытых площадках, из-за того, что они открытые площадки. Это просто, скажем так, технология, которая, ну сейчас она уже устарела, потому что если посмотреть на те очистные сооружения, которые были построены после этого, допустим, той же самой Хариверской или там Блоссы на Бондарке, да, рядом с мясокомбинатом, там ведь этого нет, да, совершенно нет. То есть здесь нужно менять именно технологию очистки. Что для этого нужно? Да нужно просто было, по идее, должно было быть, не быть уже этой проблемы лет как 9. То есть в 2013 году было заплачено практически 300 миллионов рублей, да, поставлена емкость, закуплено некое оборудование, а потом вдруг оказалось, что это ничего не работает. То есть вот в 2017 году, по крайней мере, все, что нам досталось, это уплаченные деньги по контракту, наличие чего-то большого, огромного, чего нельзя и применить. И плюс в суде непонятная ситуация, когда две стороны друг друга обвиняют, а денег нет, продукта нет. А вот только в 2019 году, где-то к середине, мы получили эти все документы, которые находились в том числе правоохранительные органы, да, проходили все экспертизы на предмет наличия преступлений, прощее смотрели и так далее, и так далее. Так вот, чтобы просто юридически-то очистить вот это здание, к нему можно было подступиться, вот потратили, ну, практически два с половиной года, да, вот вывели, по крайней мере, эту ситуацию из, как в шахматах, это ситуация, когда все, что не делали, то хуже, да, вот, ЦУЦВАНК, если я не ошибаюсь, называется, вот мы из нее вывели. А сейчас мы примерно так где-то понимаем, что нужно, ну, наверное, порядка 100 миллионов рублей и один год, чтобы довести это все до ума. Как раз, я думаю, что вот в рамках федерального финансирования через фонд реформирования ЖКХ мы как раз и постараемся податься на реализацию вот этого проекта. Ну, и тогда вот эта вся история, она должна уйти в небытие, и уменьшится в том числе и санитарная зона, которая тоже накладывает свои ограничения, в том числе на выполнение тех или иных работ. Я еще раз говорю, да, то есть мы... А перспективы там какие-то, какой срок может быть реализовано? Понимаете, здесь же многофакторная вещь, да, то есть если получим финансирование, но я думаю, там работы могут быть выполнены в течение, ну, полутора-двух лет, да. То есть все это можно было сделать и раньше, да, но вот сначала это мешало этому проведению, скажем так, всех юридических очистительных процедур для того, чтобы это можно было, хотя бы даже документы были забрать, они находились в органах правопорядка. Ну, что называется, сейчас продукт готов, да, то есть нужно его завершить. Ну, я думаю, что сделаем. Олег Анатольевич, в конце 2020 года, еще в конце 2020 года, в течение, наверное, всего этого года в городе появились контейнеры углубленные, мусорные, появились вообще новые обновленные контейнеры. Насколько сейчас решена эта проблема с мусорными контейнерами и вообще что делается в этом направлении в городе? Да, это, знаете, это была такая для нас новелла, коллеги поделились с нами, что вот есть такая история, заглубленные контейнеры, решили попробовать. Попробовали, оказалось, что к ним еще привязаны несколько другая там, и это нужна специальная техника, которая так работает, нужны навыки, и нужно понимать, что мы, куда мы движемся дальше. Ну, и так оказалось, что они действительно для наших условий достаточно хорошо подошли, потому что были сомнения. Сейчас у нас их 50 с лишним, ну, из 300 общих, где-то более 300 у нас мусорных площадок, ну, вот еще, как бы, есть и к чему стремиться, и в этом году, если все будет нормально, скажем так, финансирование от региона мы получили, надеясь, что плановые замены еще порядка где-то 100 мы проведем. Но это нужно понимать, что нельзя вот эту историю рассматривать в отрыве от развития нашей всей ситуации в стране с коммунальными отходами, да. То есть, по большому счету, я думаю, что очень правильно поступили два года назад, когда проводился региональный конкурс, да, то есть по выбору регионального оператора. Если там кто не помнит, просто напомню, что первый раз это не удалось, выиграла некая компания из, если не ошибаюсь, Архангельска, но целый год они к деятельности не приступили. И потом уже с коллегами из региона мы провели, ну, совместно, я считаю, очень плодотворную работу, и на базе нашего предприятия КБ и БО мы как раз получили регионального оператора, у которого есть свой полигон. Мы создали условия для получения лицензии, ну, и, собственно говоря, гарантии того, что все находится в руках государства-муниципалитета. То есть нам удалось сохранить, вот то, о чем мы сейчас видим, проблемы, ну, наверное, во многих или в большинстве городов. То есть мы в Наринмаре, мы не передали, или, скажем так, сохранили весь коммунальный комплекс в муниципальной собственности. И поэтому у нас нет разрыва цепочек, да, то есть то, что происходит вот в крупных городах, когда площадка, допустим, полигон принадлежит одному какому-то игроку, оригинальный оператор, это является отдельным игроком, перевозчик третьим. У каждого есть свой интерес. Вот у нас, по большому счету, да, самый главный интерес, это чтобы мусора не было, и чтобы он нормально перерабатывался, да, то есть вопрос коммерции, это вопрос второй. И если вот так посмотреть, знаете, вот три года назад был в Норвегии, в городе Тромсио, и я тогда еще помню, они от нас где-то лет, наверное, на 10-15 переезжают, вот что касается многих коммунальных вещей, и когда я разговаривал с одним из представителей, ну, по нашим меркам, как бы, регионального оператора, спросил, а какая у вас прибыль? На что я получил ответ, у нас нет прибыли. Ну, на тот момент, как мне казалось это удивительным, по большому счету, а действительно, зачем вот в этой отрасли какая-то прибыль, да, то есть по большому счету это как некое государственное задание, государственный заказ. Это так же, как у нас есть наш чистый город работает, он ведь не получает никакой прибыли, да, здесь задание создания безопасных комфортных условий, так же здесь. А вот когда начинается появляться 10 цепочек и везде по 10%, да, то есть вы понимаете сразу, как это все растет, и 10 интересов. Вот если это все как-то укропнять, как нам это, я считаю, удалось, мы получаем достаточно устойчивую структуру, и мы знаем, что мы, да, закупаем здесь вот эти контейнеры именно такого формата, да, то есть дальше эти контейнеры следуют туда-то, там происходят с ними такие-то и такие-то операции, да, что-то потом уходит на вторсырье. То есть мы понимаем весь цикл, поэтому контейнеры – это как, ну, наверное, некое такое начальное звено, на которое, да, неплохо получилось, и, ну, будем дальше развивать, смотреть. Но сейчас практически горожане не жалуются на то, что мусор не вывозится, на то, что контейнеры переполнены, эта проблема как-то нивелировалась. Ну, вы знаете, нет, она, бывает накопление, да, то есть оно тем более связано зачастую, ну, наверное, даже с нашим календарем, да, то есть понятно, что, допустим, 31-го числа или там 1-го, когда все там со столов, условно говоря, что мы приготовили, потом вынесли, все скидали, да, ну, получается иногда переполнение. Но машины ходят регулярно. Единственное, я же еще хотел о чем сказать, что мы ведь на самом деле к нашей вот этой всей цепочке обработки твердокоммунальных отходов, мы ведь подключили, это не только город, да, то есть мы на самом деле подключили и зоной обслуживания является и Искатели, и Тельвиска, и Красная, да, то есть по большому счету вот мы в городе перерабатываем твердокоммунальные отходы, вот можно назвать это агломерацией, звучит, конечно, громко, там не такая большая численность, но по функционалу, да, это несколько населенных пунктов, объединенных одним функционалом в какой-то одной сфере. Вот в сфере обращения твердых бытовых отходов, ТБО, да, это то, что выполняем мы. Ну и я считаю, что исполняем эту работу достаточно успешно. Олег Анафрич, еще одна проблема городская, которая всегда на слуху, это заставленные машинами дворы многоквартирных домов, что-то делается, как-то решается эта проблема, есть какие-то пути? Ну, ее же можно, знаете, как решать это несколькими путями, да, в том числе, там, какими-то радикальными, ну, достаточно сказать, ведь это является, это, знаете, эта проблема от высокого уровня жизни, потому что если посмотреть количество автопарка, допустим, в 2011 году, там, 10 тысяч с лишним, да, и сейчас 20 тысяч, это же численность города осталась та же примерно, а количество автомобилей выросло практически в два раза. Да, если раньше это было не так актуально, то сейчас это вот, оно, да, вызревает, назревает. И плюс, конечно, связано это с тем, что при застройке, особенно где-то, наверное, даже в последнее время, не формируются дворовые территории. Об этом было как раз и совещание, и указание губернатора на этот вопрос, потому что, да, объективно, нужны дополнительные парковочные места. И, если заметили, мы начали немножко с опережением решать этот вопрос, да, потому что вот создали парковку на перекрестках улицы, получается, Ненецкая, напротив центральной аптеки, да, и улицы Прерка. Поначалу тоже ведь многие там не понимали, зачем она сделана, зачем, а мы ведь на самом деле решили там две проблемы, да, то есть мы сталкивались с тем, что просто объективно загруженная улица Прерка, тут детский сад, Семецветик, здесь амбулатория, поликлиника, да, и когда там утром было не проехать, чистку дорог нельзя было нормально провести. То же самое в районе миграционной службы. Там ведь тоже было не проехать, ряд был постоянно заставлен. То есть мы создали альтернативу, сделали нормальную парковку, предложили людям, вот, пожалуйста, здесь паркуйтесь, тогда мы устанавливаем на этих улицах, соответственно, знаки, запрещающие парковку. То есть мы предоставили людям альтернативу, с другой стороны мы обеспечили хорошее содержание улиц, уборку их. У нас есть планы, мы собирались по формированию таких парковок, просто есть места, которые, знаете, вот, да вот даже рядом с вами здесь, да, вот, ну, черти что, кто как там машины стоят, нужно делать нужно. Ну, потихоньку где-то двигаемся, вот даже вот соединили, просто сделали пешеходный переход, подняли дорогу до Хашимина, да, это же тоже незаметно, но потихоньку сделали. У Сбербанка такая же история, да, просто есть иногда история, когда, понимаете, разным собственникам, разным органам, или, скажем так, уровнем власти принадлежит земельный участок, здесь нужно находить компромиссы, договариваться. Но понимание таких территорий есть, мы на своем сайте, на паблике ВКонтакте об этом пишем, говорим. В принципе, мы, у нас есть и истории, когда выходят инициативные группы граждан, да, и какие-то вопросы решают. У нас есть разные инструменты, то есть в районе каких-то домов, если это принадлежит дому, двору, это ведь тоже какой вариант, как это сделать. Поэтому занимаемся, мы понимаем эти вызовы, да, и дальше будем находить какие-то пути решения. Олег Анатольевич, у вас с собой планы какие-то, что это, расскажите, что вы принесли с собой. Да, у нас на самом деле с 17-го года, я думаю, что все об этом уже слышали, и даже аббревиатуру КГС уже, наверное, многие знают, это комфортная городская среда. Это те территории, несколько десятков, которых мы создали уже с 17-го года. Это вот и детские игровые площадки, и смотровые площадки, в частности, у марпорта, и так далее, и так далее. Очень замечательная, я считаю, история, где, во-первых, мы увлекаем граждан в создание городских пространств, и мы формируем их там, где есть некий консенсус общественный, да, что люди признают, что да, вот давайте вот сделаем там-то. Сейчас у нас тоже будет такая же рейтинговая история, и мы, вот я просто принес показательства, примеры визуализации, пока у нас здесь 4 территорий, а всего будет выставлено порядка 7 территорий. Поэтому очень бы хотелось призвать наших горожан активно участвовать в этом рейтинге голосования. А что это за территория? Это кто-то делал, это по эскизам? Да, обращаются люди, вот уже знают. Ну, если можно, на камеру поверните, чтобы... Да, ну, допустим, это у нас Калмыково, 10-12. Просто она не совсем может быть здесь, это понятно, потому что нет четкой перевязки к домам. Есть у нас здесь, это у нас конечный разворот старый аэропорт. Вот, далее это у нас Титова рабочая, так, и Макарабаева, тоже 9-10 территории. Здесь их, здесь я показываю только 4, но их будет 7. В том числе смотровая площадка в районе магазин Барс, это улица Полярная, да, то есть там, где у нас когда-то проходили награждения, и, то есть там очень тоже красивое такое видовое место. Очень просто важно, что и мне бы что хотелось, чтобы люди высказывали свои мнения и предложения, да, и понимали, что именно формированием вот этих территорий определяют не я и не работники администрации, именно они. И еще очень важно, что даже те территории, которые сейчас будут отритингованы, они не попадут, да, они у нас не выпадают из списка. Вот очень важно создать атмосферу или, скажем, понимание доверия. То есть, да, мы сейчас вот это проголосовали, и через 2 года, ну, было такое поначалу, вы там сейчас проведете голосование, да, потом ищи свящи, и вы это не сделали. Ну, мы это сделали, да, там, не знаю, флагами не махали, просто дальше перешли делать, и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому у нас это все работает, и, мне кажется, тоже является таким очень фактором, который людей объединяет, да, объединяет не на каких-то там раздраях или там противоречиях, а на том, что консолидирует, то, что всем понятно. А вот эти проекты, это с учетом именно пожеланий жителей, это то, что они просили здесь учтено в этих проектах, или это какие-то типовые проекты с учетом той территории, которая там имеется? Вы знаете, они, на самом деле, территории, смотрите, они меняются, да, меняются в том числе по пожеланию, потому что у нас они будут проходить не только голосование в формате, ну, там, в интернете, да, то есть раньше мы проводили еще и публичные, скажем так, заслушивания, и люди высказывали. Потому что где-то, наверное, вот мы просто сами даже тогда смотрим, понимаем, что, ну, слишком много каких-то детских элементов, наверное, неправильно, да, где-то нужно как раз, о чем говорили, историю менять. Это пока эскизы, потому что некоторые из них, вот мы вчера обсуждали, уже решили, что, ну, зачем тут там, допустим, какие-то столбики поставили, давайте расширим там территорию для парковки. Либо мы также прекрасно понимаем, что создавая какой-то там тротуар, допустим, мы должны его сделать шириной, ну, не менее двух метров, чтобы там дальше проводить механизированную уборку, да, то есть вот, глядя на что-то, сначала видишь эскиз, потом погружаешься, слушаешь мнение, да, люди выскажут свое мнение, если это будет, скажем так, какая-то конструктивная и деловая там критика или предложение, тоже услышим, рассмотрим. Это ведь пока у нас вопрос, скажем, такого, знаете, принципиального принятия решений, где делаем и что делаем. А функционал у нас еще есть, по большому счету, два года, это тоже очень хорошо. Мы работаем, сейчас мы работаем уже устойчиво на будущее. По большому счету, я не знаю, наверное, ну, есть такие, наверное, муниципалитеты, но, по крайней мере, из административных центров, ну, наверное, не так много, которые бы работали вот на два года вперед. Это тоже, как знаете, такой, ну, на мой взгляд, показатель качества и плановерности и исполнительности тех обещаний или, скажем так, планов, которые мы заявляем. Олег Анатольевич, а как давно эта программа работает, вот, формирование комфортной городской среды? И что сейчас? Насколько я помню, раньше это было каким-то с выборами вместе, там это проходило, как-то люди голосовали. Ну, смотрите, это в 17-м году началось, и тогда это было, совпадало с выборами 18-го года. И как раз тогда, многие как раз и были тогда скептики, говорили о том, что, знаете, это выборная история, и дальше она не полетит, она вот заточена строго под выборы. Но, тем не менее, да, то есть выборы давно прошли, а эта история, она развивается и развивается. И она, если честно, показала себя очень таким положительным по всей стране и объединяющим фактором. Потому что, да, можно там много погружаться в какие-то вещи, они более бытовые, но все-таки мы выходим из дома, да, и ты видишь, там, допустим, двор прибран, не прибран, да, там, есть куда-то видовое место. Ну, даже, ну, приятно же, когда вот мы можем гостей города или каких-то близких, знакомых отвезти на то место, которое еще не просто оно выбрано людьми, а еще когда оно наполнено некими смыслами, да, вот историческими, как, допустим, смотровая площадка у морского порта. Вот мы ее сначала определили, а потом, знаете, пришло понимание, слушайте, а ведь именно на этом месте стоял первый дом Наринмара, да, вот случайно и случайно, который был перевезен откуда-то, из Пустозерска, да, то есть вот есть некие смысловые наполнения, да, парк влюбленных около ЗАГСа, да, и так далее, и так далее, то есть вот очень важно, когда какая-то территория обретает некий или имела до этого какой-то смысл. Вот мы знаем, что у нас тоже будет следующая территория, и одно из там в ближайшее время, это тот же самый Сахалинский лес. Ну, то есть там люди уже ходят, да, то есть вот, она уже где-то натоптана, мы потом просто берем, ну, как говорят, да, вот есть тропинка, мы взяли эту тропинку и замостили. Вот как, да, за тем же дом, дорожку сделали у Красной Шапочки, да, вот все, что мы просто увидели о том, что люди ходят, ходят по грязи, давайте сделаем дорожку, давайте сделаем, сделали, и вот так. То есть иногда нужно даже не только, просто иногда нужно посмотреть, да, как бы немножко так вот свой кругозор расширить и просто улучшить то, что уже есть. А как сейчас, если раньше вот с выборами люди голосовали, как свою территорию продвинуть, что нужно сделать, чтобы свою какую-нибудь идею... Да, смотрите, ну, на самом деле, все, что связано с... Тут есть некие, ну, понятийные разницы, да, есть общественные территории, есть дворовые территории. Правила, они, можно назвать, совершенствуются, можно назвать, меняются. Потому что если первый год дворовые территории входили, потом они перестали входить. Какие-то метаморфозы будут еще и, наверное, в дальнейшем. Но, опять же-таки, есть несколько инструментов. Первый – это вот комфортная городская среда, причем она идет у нас на трех уровнях. Это федеральная, скажем так, программа, это региональная программа, это наша местная. Соответственно, по размерам бюджетов, да, мы инструментарии применяем разные. Далее, есть инициативное бюджетирование. Это что? Это, допустим, благостройство дворовых территорий, там, где люди активно, они готовы объединяться. Причем не обязательно какие-то формальные, там, юридические лица, это просто должна быть инициативная группа граждан, которые принимают на себя ответственность за содержание управления этой территорией. Ну, это, допустим, Ленин опять дом. Активные люди, которые, ну, все горожане могут видеть, они изменили и систему движения через двор, там, где-то и так далее. То есть, если это им принадлежит, то есть люди управляют вот той общей домовой собственностью, которая есть. Где-то просто люди не способны. Третий вариант – это через территориальное общественное самоуправление. Причем у нас есть ТОСы, которые представлены частный сектор, а есть ТОСы, которые есть в МКД, многоквартирных домах. Поэтому инструментарии разные, да, просто нужно, на самом деле, нужно очень простая вещь. Нужна инициатива, но инициатива не из серии, да, там вот лайк, дизлайк, да, нет. И здесь нужна такая, что да, мы участвуем, мы участвуем не только высказываем, да, а мы готовы предлагать идеи, брать на себя ответственность, в том числе по контролю за тем, так это исполняется или не так, да. Потому что, ну, ситуации иногда бывали, бывают абсурдные, да, там вот беседка не так стоит, еще что-то не так поставлено, кто-то подошел, сказал, пересмотрели. Ну, это, в общем-то, знаете, как любая, на мой взгляд, городская или муниципальная власть, она является и по всем нормативным актам, наиболее приближена к людям. Доконат по факту такой есть, да, то есть мы не отгорожены мы какими-то шорами, поэтому мы очень коммуникативны и готовы как раз, что называется, и слышать, и реагировать на то, как правильно должно быть сделано. Но в дальнейшем очень важно, как раз почему я говорю о том, что это не просто там высказание мнения, люди сами потом несут ответственность за принятое ими решение, чем и отличается, условно говоря, там, наличие власти или отсутствие власти, не полномочиями, да, а умением отстаивать то решение или доказывать его и понимать свою ответственность. Вот там, где это реализуется, слушайте, ну вот, все это работает. Олег Ануфрич, спасибо большое, что вы пришли к нам, наша программа подошла к концу. Приходите к нам еще, потому что я знаю, что тем очень много городских, которые будут интересны зрителям. Да, с удовольствием, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Наша программа подошла к концу, я напоминаю, что мы говорили о городских проблемах и перспективах развития с главой города Нарьинмара Олегом Белаком. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!